Всем привет, с вами Надежда Черная, и сегодня у нас Смертельный биом, и это седьмая серия первого сезона. Я напоминаю про свои соцсети, велкам мой телеграм, даже не забывайте, что у меня есть бусти, не забывайте подписываться на ютуб канал, можно написать что-то хорошее в комментариях, поставить лайк, ну а мы не будем тянуть, поехали! Серия седьмая, депрессия, а часть вторая. Всего лишь одна ошибка, и твоя жизнь на лезвии ножа, но чьи руки держат этот клинок? Лилит почувствовала, как лезвие ножа вжалась в кожу сильнее, угрожая распороть ее до крови. Шея коснулась теплое дыхание. Ну и кто же ты? Это самая жалкая попытка ограбления из всех виденных мной. Твою мать! Зю не отстранилась и не выпустила пойманную девушку. Голос ее был похож на шипение змеи, готовой впиться в свою жертву ядовитым укусом. Хм, помнился, я говорила тебе, что сделаю с тобой, если ты вздумаешь пойти против Сайлоса. Но ты, видимо, на редкость непонятливо, раз решила его обокрасть. Ты словно богомол, который охотится за цикадой, и не видит, что к нему уже подкрался Чиш. Как это жалко. Хватит издеваться надо мной. Ты не хочешь вредить, Зюнь? Я не хочу с тобой сражаться. Она тут же подняла руки в подтверждении своих слов. Вряд ли ты сможешь сражаться со мной наравне. Хм, я многих убила, таких как ты. На моих руках немало крови. Так что веди себя хорошо и не делай резких движений. Я не собираюсь идти против шерифа. Последовало красноречивое молчание. Сякетарша не доверяла словам. Мне просто нужно попасть в допросную комнату. Лезвие надавило на кожу сильнее. Если бы Лилит была человеком, по нему побежала бы кровь. Ты хочешь поговорить с пленником? Зачем? Неужели ты его тайный союзник? В голосе Зюнь было столько недоверия и насмешки, что Лилит едва не обиделась. А может ты хочешь его убить? Боишься, что он выдаст твои секреты? От этих слов девушка почувствовала, как с ног до головы покрывается холодным потом. Она попала пальцем в небо. Не может быть, чтобы она знала. Я считаю до трех. Один. Два. А вывернуться? Не дожидаясь цифры три, Лили схватила Зюнь за запястье, зажатым ним ножом. Тут же крутанулась и ушла вниз. Будь секретарь чуть менее хорошим бойцом, наверняка получила бы вывих. Теперь они замерли друг напротив друга. Напряженные и тяжелодышащие. Тебе удалось одобрать у Зинь оружие. Вот только нож секретаря теперь был зажат в чужой руке. Быть может, теперь ты меня выслушаешь. Она в шоке. Если бы я хотела придачь шерифа, то уже сделала бы это, Зюнь. Я видела его. Сад и кота-зомби. Этого было бы достаточно, чтобы настроить весь город против него. Холодно хмыкнув, Зюнь опасливо посмотрела на свой клинок, обратившийся против нее. Шериф и в самом деле решил открыться именно тебе среди всех. Ты симпатична, Зюнь. И я могу понять, почему. Лилит почувствовала ее на смешливой улыбке неожиданную теплоту. Ты напоминаешь мне кое-кого. Уверена, Сайлас тоже видит эту схожесть. Зюнь приложила сигарету к губам, затянулась и выпустила дым тонкой лентой, похожей на дракона. А Лилит начала ощущать нарастающие раздражения. Сайлас, Сайлас, я понимаю, что ты уважаешь его, но это уже походит на одержимость. Осторожнее, ты ходишь по тонкому льду. Тон, Дюнь был предупреждающим и пронизывающий холодным. Ты бредишь им, словно он великий мудрец. Что в нем такого промолчать? Давайте, может, первое. Что в нем такого? Чем этот старик заслужил твою преданность? И почему он доверяет тебе? Ты же сама сказала, что убила кучу людей. Дюнь чуя сочурилась, словно оценивая, достойно ли Лилит знать ответ на свой вопрос. Так, Дюнь решила открыться тебе. Я никогда не желала себе пути убийцы. Но когда рейдеры уничтожают твой дом и твою семью, выбора не остается. Жестко усмехнувшая, женщина выдохнула сквозь зубы. Мысли о прошлом вызывали у нее отвращение. На моих руках много крови. И кровь Сайлоса должна была стать одной из них. Лит судорожно вздохнула от удивления и осознания. Тебя наняли убить его? Заказ был анонимным. Но я с ним не справилась. Взгляд секретаря потеплел. Она словно наполнилась внутренним светом. Мне пришлось сблизиться с Сайлосом. И я поняла, что не смогу убить его. Он так отличался от тех, на кого я работала прежде. Те смотрели на меня свысока, словно я недостойна жизни. Они платили мне, но в то же время прогинали меня. А Сайлос понял почти сразу, что я пришла за ним. И тем не менее, заботился обо мне. Он заменил мне потерянного отца и дарил тепло, которого мне так не хватало. Ты идешь по пути альтруизма. Лид слушала и сочувствие переполняло ее. Женщина, превратившая себя в живое оружие, доверилась Сайлосу, который увидел в ней человека. Поэтому ты решила остаться рядом с ним и защищать его. Теперь ты понимаешь, почему я никому не позволю навредить ему. Нахмурившись, Лилит внутренне подобралась и предстояло выбрать, как решить проблему. Я должна отобрать ключ, попросить ключ. Ну, тоже палка, конечно, двух концов. Но я думаю, при хороших отношениях можно, в принципе, попробовать попросить ключ. Если не прокачаны, то сто процентов надо отбирать. Давайте попробуем попросить ключ в нашем случае. Дай мне ключ от допросной, Зюни. Можешь доложить об этом потом Сайлосу, плевать, но мне очень нужно поговорить с этим зомби. Тяжелый ледяной взгляд азиатки встретился с ее полным уверенности. И она почти увидела момент, когда Зюни решила ей довериться. Можешь ли ты поклясться? Пообещай мне, что твой поступок не навредит Сайлосу. От взгляда секретаря мороз полз по коже. Лилит понимала, что сейчас ставит свою голову на кон. Я клянусь isiert тут клятва платная ну ладно шутки минутки клянусь было невероятно страшно давать такие обещания но Лилит очень хотела стать другом. Я клянусь, шериф не пострадает. Красиво очерченные губы секретаря дрогнули в крохотной улыбке. Все-таки мы с тобой очень похожи. Мы нуждаемся в людях, которые примут нас вместе с нашей тьмой. Слова прозвучали так неоднозначно, что Лилит на мгновение испугалась. Ты нравишься, Зин? Но страх исчез, когда Зин сжала ее ладони своими тонкими пальцами. От этого простого и нежного жеста что-то в груди оборвалось. Ты смогла решить вопрос мирным путем. Я дам тебе шанс, но он будет лишь один. И если в результате шериф пострадает, я сама приду за тобой. Я вас не подведу. Мне не нравятся вот эти вот обещания, клятвы. Дин достала из кармана своего длинного черного пальто тяжелый ключ и кинула его девушке. А, так он у нее был все это время. А теперь уходи, пока я не передумала. Лицо женщины снова стало холодным и надменным. Ну, теперь Лилит не обманывалась. А до этих выражениям скрывалась целая судьба. Полная боль и потерь. Я верну ключ, как только поговорю с зомби. И, коротко кивнув, Лилит буквально вылетел из кабинета. Ей не терпелось встретиться с плененным, с тем, кто так похож на нее. Охрана оказалась куда менее серьезной, чем ожидала Лилит. Шериф не хотел привлекать внимание, чтобы не вызывать лишних подозрений, поэтому выставил всего двух человек. Но они, кажется, не вполне понимали, кого именно охраняют. Слишком легкомысленно вели себя на посту. Кажется, Леон и Сайлас перестарались с секретностью. Пробраться в допрос, но незаметно, вышло слишком просто. И это тревожило. Лилит боялась, что увидит пленника мертвым или измученным до такой степени, что он не сможет говорить. Поэтому, увидев, что он все еще прикован к стулу и дышит, она первым делом испытала облегчение. Ты все же пришла? И в глазах Лилит с удивлением заметила вспышку надежды. Это ее насторожило. Выглядел зомби куда лучше, чем мог бы. Леон последовал твоей просьбе. Он был избит, но тяжелых увечий девушка на нем не заметила. Я здесь не для того, чтобы тебя спасать. У меня просто есть вопросы. Как тебя зовут? На самом деле. Ей почему-то важно было узнать это. Все-таки этот человек был первым, таким же, как она, кто и встретился. Она смотрелась него жадно, ища черты, которые могли бы их как-то связать, выдать, что они одинаковые, но ничего не находила. Больше всего ее поразило, что он, казалось, совсем не боялся ее, хотя она могла его убить. Можешь звать меня Вереск? Неожиданно так нежно пахнущее летом слово странно контестировало с мрачностью подвала и с безумным огоньком в глазах пленника. Его трясло, он выглядел уставшим, но не напуганным. Казалось, дело было не только в пытках, и его словно терзала какая-то болезнь. Но появление гостей явно придало ему силу. А ты Лилит Томбита рассказывала о тебе. Как она кстати? Тяжело ранена и из-за тебя кстати. Жаль, я не хотел, чтобы ей причинили вред. Повисло неловкое молчание. Вереск ждал вопроса, едва заметно улыбаясь. Лилит никак не могла решиться его задать. Ладно тебе, будь смелее, я знаю твой первый вопрос. Ты хочешь спросить откуда я знаю, что ты такая же как я? О, господи, это безумное выражение лица. Если бы сердце девушки работало, оно пропустило бы удар, после чего пустилась бы в панический скач. Она рефлекторно обернулась, чтобы проверить, никто ли их не подслушивает и заговорила шепотом. Так ты в самом деле? Ха, ну, конечно, твой цветок продолжает расти. Я не понимаю, почему у меня такой баг с цветком, потому что я его, ну, обрезала. Очень странно. Ты плохо знаешь свой цветок, но он уже глубоко пустил в тебя корни. Такие как я, кто принял себя таким, какой есть, могут чувствовать такие вещи. И я тоже смогу чувствовать, если позволю этому расти в себе. Несомненно, если захочешь, конечно. Перспектива была заманчивая, умопомрачительная. Я смогу чувствовать и находить таких же, как я. Какая невероятная сила. Ленинг тем временем дернулся в путах и нервно облизнулся. Его темные глаза с затаенной надеждой вглядывались девушку. Ты должна помочь мне. Что? Ты берега не попутал, дружок? Все честно, я отвечу на твои вопросы, а ты выполнишь мою просьбу. Чего бы он не хотел, это явно было важно, он все это время отчаянно ждал, что она придет. Я не собираюсь помогать тебе сбегать отсюда. На побег у меня уже не хватит сил. А если не помогу, что тогда, выдашь? Я бы уже сделала это, если бы хотел. Нет, я никогда не подставлю подобного себе. Лилиц с досадой обернулась на дверь. Каждую минуту она все больше боялась, что идет шериф или он, лишив ее последней возможности что-то узнать о себе. что за просьба? Скажу только после того, как согласишься. Иначе никак. Ой-ой, эти трудные выборы. Вот бесплатные выборы, а не самые трудные. Я вот отвечаю. Ладно, давайте согласимся. да, настолько мы отбиты, наверное, с одной стороны. Согласимся. Я хочу тебя спросить о разумно зомби, а тебе о Бринкорп. А я не знаю, можно ли спросить все? А тебе ну, конкретно о нем, мне кажется, не очень как-то брать варианты, один вариант, допустим. Можно взять разумных зомби или последнее Бринкорп. Если помните, Бринкорп это, если не ошибаюсь, было на бумажке, которую нам дал Мор. Вот. Ну, я так подозреваю, может быть, это была и подсказка в прошлых сериях, поэтому может стоит спросить последнее. Бринкорп. Ты когда-нибудь слышала о корпорации Либрина? Мельком. Кажется, они занимались фармацевтическими разработками? Не густо, но лучше, чем ничего. А, можно все спросить? ладно, о разумных зомби? Как такие, как мы с тобой получаются? Почему мы мертвы, но продолжаем жить? Может ли каждый человек стать разумным зомби, если его укусят? Если бы кто-то это знал, он держал бы в своих руках ключ ко всему миру, не так ли? но известно нам мало, такими как мы может стать далеко не каждый. Все, кто становятся разумными зомби, теряют память о прошлой жизни? Нет, обычно мы помним все. Ёшкин, что ж с нами тогда случилось? Ну, остается о тебе, ладно, давайте о тебе. Зачем ты здесь и кому передавал информацию о Лене? Ты работаешь на баре? Нет, этот придурок дальше своего носа не виден. Я иногда сливал ему ложные сведения с Олькой и всего. Мои настоящие хозяева совсем другое дело. У них большие планы на это убежище. Планы, которые не включают в себя Леона Прайса. кто твои хозяева? Говори, не скажет. Это лишнее. Они скоро сами свяжутся с тобой, если уже не связались. Недавно в голове девушки рулись сотни вопросов, но сейчас она была настолько взволнована, что все вылетело разом с головы. раз раз уж мы закончили с вопросами, то вот моя просьба. Убей меня. Что? Ну зачем? Затем, что я гнию изнутри. взгляни на меня. Он кивком указал на свое слабое подрагивающее тело. С некоторыми из нас это случается. Если мы долго не едим плоть людей, никто не знает, почему мы просто деградируем обратно в зомби. Наша плоть гниет, наш мозг неконтролируемо хочет крови. И в конце концов мы становимся обыкновенными безмозглыми тварями. Я не хочу себе такой судьбы. Мне кажется, это очень важная информация, потому что тот, кто взял путь зомби, получается, если вы не будете подпитываться плотью, кровью людей, то можно стать истинным зомби, неразумным. Лилит пошатнулась, ей пришлось опереться на стену, чтобы удержать себя. В словах этого зомби она услышала свой приговор. Если я не буду есть, то могу загонить изнутри. Можно ли остановить это, если ты уже деградируешь? Я бы перед тобой здесь не сидел, если бы мог излечиться, съев чей-нибудь мозг. И Лилит услышав это, едва не зарычал от отчаяния. Терпеть пытки в этой тюрьме я тоже не хочу. Зачем же ты пришел сюда в убежище, если знал, что тебя тут могут убить? Чтобы помочь таким же, как мы с тобой. Всего я тебе сказать не могу. Скоро ты все узнаешь. В его голосе звенели горечь и отчаяние. Почему я должна убить тебя? Потому что ты знаешь, каково это, сестра. Каково это жить в постоянном страхе, видеть в каждом человеке врага, не чувствовать вкус пищи. Лилит уже убивала, в этом не было ничего сложного. Но сейчас она замешкалась, мысли и чувства спутались в голове. Мы с тобой уже не люди, но и не зомби. Совершенно особый вид. если ты хочешь выжить, тебе нужно найти союзников. Здесь в убежище тебя никогда не примут. Как бы ты втайне об этом не мечтала. Девушка вздрогнула от того, насколько точно вереск понял ее, почувствовал ее скрытое желание. Возможно, когда-то он сам хотел того же. Стать частью мира людей снова. Мне жаль его. Я только не могу понять. Это моя жалость или жалость того, что растет во мне. Она понимала, что если решится на убийство, ее быстро вычислят. А значит, у нее не останется выбора только бежать. Свободить, оставить плену, убить. Тяжелого выбора не существует. Тем временем выбор. Жесть. Я не знаю. Убить, оставить плену, освободить. И понимаете, все палевно, все палевно, чтобы мы не выбрали. Если мы выберем освободить последний, кто видел его, да, это мы убьем. Тоже палевно. Не оставим плену. Ну, оставить плену, кстати, но его кто-то другой убьет, и убьет жестоко. Тоже с другой стороны. Не очень перспектива. Знаете, я все таки подумала и решила выбрать последнее. Все таки, наверное, убить. Потому что мы ему пообещали это. Тем более, он сказал, что у него нет другого выхода уже. Давайте, да, убить. О, плюс заражение. Я уже давно готова была уходить из убежища. Всего лишь еще один повод сбежать отсюда и никогда не оглядываться. Хорошо, хорошо, я сделаю это. Как мне сделать это так, чтобы ты не страдал? Все очень просто. Нож висок и никаких мучений. Главное, не ешь потом мой мозг. Для нас плоть другого зомби. Не самая питательная пища. Тебе будет плохо. Да я не собиралась. но что-то внутри нее заинтересовано трепыхнулась. Наконец Лилит кивнула и вытащила из чехла на колени длинный острый клинок. Лилит выбралась из подвала, скользнула через улицу и завернула в переулок, чтобы тихо и быстро вернуть ключ в ратушу. Но буквально за углом налетела на... Что ты здесь делаешь? Блин, как? Тут стечение обстоятельств просто. Спина девушки мгновенно покрылась противным холодным путом от ужаса. Твою мать, Леон. Я... ты ошивалась возле подвала. Зачем? Шериф разве не сказал тебе держаться от него подальше? Нет, он сказал, что не хочет, чтобы мы с Ви видели, как ты мутузишь этого зомби. Я слишком мало знаю разумных зомби. До сегодняшнего дня даже не знал об их существовании. Нужно выяснить о них все возможное, иначе человечеству настанет конец. Неужели еще не весь город знает о том, кого вы поймали? Не знает и не узнает, и я об этом позабочусь. Леон устала, потер пальцами, переносицу под очками. Ви очки? Послушай, я из кожи вон лезу, чтобы защитить тебя. Леон видит в тебя друга. Хоть на этом спасибо. А не хоть немного, мои усилия, и не лезь на рожон. Я просто... просто что? Я хочу доверять тебе, Лилит. Видит бог, я пытаюсь, но все твое поведение... Ты хоть понимаешь, насколько ты подозрительная? Один раз ты уже заподозрил меня в том, что я тебе враг. А потом тебе пришлось передо мной извиняться, или ты уже забыл. Лилит настороженно смотрела на мужчину с под ресниц. В нем шла борьба, желание доверять ей и страх обмануться. я тоже хочу, чтобы он не верил, но правда причинит ему столько боли. Я не знаю, что будет, если он узнает об этом, кто мы. Но разве у меня был выбор? Разве я хотела становиться зомби? Они оба словно бились о стену, разделявшую их, и никак не могли друг до друга дотянуться. Я ничего не забываю и помню каждый твой шаг. Леон злился, и это было очевидно. Чувства, что накипели в нем, рвались на свободу. Почему я позволил ей настолько приблизиться ко мне, проникнуть под кожу? Все эти полгода, что Лилит жила в убежище, он втайне наблюдал за ней, радовался ее успехам, иногда даже советовал нанимателем ее в качестве сталкера, так, чтобы девушка не узнала. Как мило. Почему ты не можешь просто залечь на дно на какое-то время? Он, сам не замечая того, продолжал наступать с каждым словом до тех пор, пока девушка не прижала спиной к грязной стене подворотни. Ты видишь угрозу там, где ее нет, прайс. успокойся, все люди иногда врут и недоговаривают, но это не значит, что все они мечтают тебя убить. я боюсь, убьют именно тебя. Леон не смог произнести это вслух, лишь зарычал и сильнее вжал девушку в стену. Ну же, Леон, зачем ты все усложняешь? Я пытаюсь держаться от тебя подальше, но ты никак не хочешь уходить из моей жизни, и хуже всего то, что я не хочу, чтобы ты уходил. Покраснев, она попыталась отстраниться, но уперлась ладонями влитые грудные мышцы и покраснела еще сильнее. Странная ситуация. Он нарочно или сам не понимает, на что похоже его действие? Их вечные перепалки всегда что-то трогали в ней, что-то жаждущее и дальше видеть, как ли он краснеет ее слов или злится. Ей нравилось, что она способна заставить его чувствовать так сильно и так много, что он сорвался на рык. Но сейчас что-то словно изменилось, или он тоже почувствовал это. Если бы я мог, то запер бы ее в своем доме, чтобы она больше никогда не пострадала, и чтобы у нее больше не было ни шанса обмануть меня. Его жесткая охватка стала куда мягче. Большим пальцем он погладил ключицу девушки. Воу! Такая тонкая, как легко было ее сломать. Но он знал, что ее хрупкость обманчива. в ней скрывается ад. Ненавижу тебя. Голубые глаза стали почти черными, и Лилис словно завороженная наблюдал за тем, как расползается пятном темный зрачок. Обычно если глаза вот так вот расширяются, значит человек тебе нравится. Из-за тебя я постоянно изменяю самому себе. его горячее дыхание опалило скулу девушки, и она почувствовала, как волна легкого пока возбуждения прокатывается через ее тело. Притянуть ближе от страницы. Я предлагаю не брать эту сцену, особенно в переулке. пока что какие-то непонятные у них отношения, поэтому давайте отстраниться выберу. Хватит, не нужно все усложнять. Да, да, ты права. Он сделал шаг назад и провел по лицу ладонью. Что она меня нашла? Нельзя переходить эту границу, только не с ней. В этот момент они услышали странный нарастающий с каждой минуты шум. Что это? Похоже на дождь? Нет, это голоса людей. Что то случилось, идем. И они оба поспешили туда, откуда доносился шум в городской площади. Площадь убежища когда-то давно, до того, как весь мир превратился в помойку, была городским сквером. Люди выгуливали здесь собак, играли с детьми, кидали монеты фонтан и загадывали желания. Сейчас все здесь было разрушено и покрыто тонким слоем песка и грязи. А еще на площади столпилась чуть ли не половина жителей убежища. Не к добру. Лилит огляделась в поисках знакомых лиц и увидела Бориса. Он мялся у самого края толпы. Боже, да на нем же и лица нет, бедняга. Он так любил свою жену. Эй, Борис, что здесь происходит? А? Я не знаю, просто люди ломщика сказали всем выйти, стучали буквально в каждую дверь. Черт, Барри, я надеялась, что он сдох на острове. Но мир постапокалипсиса был несправедлив. Хорошие люди вроде Итана умирали здесь десятками. А такие тараканы как Барри жили и здравствовали, отравляя существование остальным. Как же я ненавижу его. Плохие предчувствия захлестнули ее с головой. Что нужно этому придурку? Он обвинит Леона в том, что он скрыл от людей существование поместья Либрина? В этот момент с центра площади стали доноситься крики. Наемники успокаивали людей. Тихо! Тихо! Не напирать! Зачем нас сюда согнали? Что случилось? Молчать, я сказал, сейчас вам все расскажут. Все постепенно затихли. И когда над площадью повисла гнетущая наполненная нервной энергия и молчания Лилит услышала и увидела Барри. Он стоял на бортике фонтана, чтобы слегка возвышаться над толпой. На губах его играла торжествующая улыбка. Ля целешеньки какой! По данному мне гражданину убежища праву, я сегодня созвал совет. Чтобы рассказать вам правду о Сайласе Уайте. Вздох удивления прокатился по толпе. Где-то слышались одобрительные, но по большей части возмущенные выкрики. Лит и вовсе застыла как громом пораженная. Он решил выступить против Сайласа сейчас, когда половина его армии разбита? Но почему? В Барри больной ублюдок и психопат. Ну не идиот. Семь лет он руководил нами, помог убежищу встать на ноги, придумал систему сбора припасов. Для нас всех он пример надежного лидера, не так ли? Да, да, это так, зашумели люди. Но все эти годы шериф Сайлас обманывал нас. Мы верили, что он герой, наш защитник. Но это голимая разводка. Правда в том, что убежище загибается. Еды с каждым днем становится все меньше. Лилит прикусила губу так сильно, что почувствовала вкус собственной крови. Это опасная тема. Люди в самом деле голодны, и их легко купить этим доводом. Он прав, слушайте его, он прав. Но это не худшая его ошибка. Сайлас Уайт этот старый хрыч позволил угрозе проникнуть на наши улицы, в наши дома. Смотрите, что он скрыл от нас. Там кошак будет? Лилит поняла, что видит, еще до того, как широкоплечий вьетнамец сгрузил какой-то куль у ног Барри. Там покрытая кровью лежало тело вереска и на его спине под разодранной майкой яркими пятнами горели цветы. Он пробрался в подвал, пока я говорила с Леоном. Но парадоксально сквозь отвращение шок Лилит испытал облегчение. Теперь никто не узнает, что я убил его. Фух, может быть это было хорошее решение? Как же мерзко радоваться чему-то подобному. Вы все знаете этого человека. Он жил среди нас долгие годы, делил с нами добычу. И все это время он был мертвым, чертовым мертвяком. Люди безмолвствовали и сковал ужас. Каждый из них думал об одном и том же. Господь всемогущий, помилуй всех нас. Он же помогал нам чинить крышу. Эти твари проболись наши дома. Теперь вы видите, что шериф скрыл от нас. Зомби могут выглядеть как мы, говорить как мы. в этой толпе среди нас тоже могут быть хреновы мозгоеды. Сайлес допустил это, скрыл или прохлопал, неважно. Просто следовало давно уже признать. Он слишком стар и слаб, чтобы руководить нами. Голоса людей наполнялись яростью и уверенностью. Теперь хор их был куда более единогласным. Или лиц с ужасом понимала, хор этот поет одну ноту с Барри и остановить его практически невозможно. Боже мой, да он же совершает переворот. Внутренне она всегда посмеивалась над амбициями Барри. Он казался ей слишком тупым, чтобы воспринимать его серьез. Но теперь она смотрела на то, как люди поддерживают его, смотрят на него, как навестника надежды. Ее сердце наполнял бесконечный ужас. Они все с ума посходили. Как они могут верить этому этому? Защитить шерифа, промолчать? Ну, слушайте, я считаю, что если даже шериф в чем-то неправ был, то Барри это ну для убежища не самый хороший выход. Мне кажется, ли он был бы хорошим. Давайте защитим короче шерифа. Слова вырвались из нее сами, подпитываемые злостью. Сайлас семь лет заботился об убежище. Мы все живы только благодаря ему. Разве он не заслужил наше доверие? Загляды десятков глаз тут же обратились на девушку, вызывая дикий дискомфорт. Самым ненавидящим из всех был взгляд Барри. Что ты знаешь? Ты чужачка. Твои слова ничего не стоят. Ты бандит? Давайте да, ты бандит. С чего бы нам слушать тебя? Каждый второй человек здесь пострадал от твоих мордоворотов. Эти ее слова вызвали реакцию. Люди тут же вспомнили все нанесенные им обиды. Доверие к Барри снизилось. Это правда? Ломщик изувечил моего племянника? Ты забываешь, красотка, что большую честь добычи в убежище приносят мои пацаны? Так что можете говорить что угодно, но помните, кто вас всех кормит? Взволнованные крики чуть затихли от этого заявления. Руководить должны молодые, руководить должны сильные. Только так мы сможем вычистить заразу, которая поселилась за барьером и сделать убежище снова великим. Он прав, мы должны защитить своих детей. Смерть, ублюдка! мы прочешем этот город вдоль и поперек, залезем в каждый подвал и убьем каждого на ком растет хоть капля гребаной зелени. Лид невольно прижала ладонь к животу, к тому месту, где под пластырем лезли из-под кожи беззащитные цветочные стебельки. Если я попадусь, мне конец. Они просто ничуют меня прямиком на площади. выйдите те, кто готов защищать убежище. Ты повлиял на мнение жителей убежища. К недовольству Барри вышло не так много людей, как он рассчитывал. Ну, хоть какую-то часть, да, мы, наверное, сбавили ему. Ладно. Нужно предупредить шерифа. Я помогу. Нет, ты уже достаточно сделала. Что ты имеешь ввиду? Ты в самом деле видишь меня в том, что происходит. Шокированный и оскорбленный она сдернула голову, чтобы взглянуть Леону в глаза. Но вместо ожидаемого холода и презрения она увидела в них сожаление, сочувствие. Лид никогда не была проницательной. Для этого у нее был Джейк и Вивиан. Но и Леон был таким же плохим лжецом, как она. Леон хочет тебя защитить любой ценой. Он хочет, гремучая смесь смущения нежности и злости охватил ее. Я хочу помочь. Хватит. Так, хватит меня отталкивать. Я не смогу нормально сражаться, если буду знать, что ты в опасности. Просто защите Вивиан и остальных. Без тебя им будет туго. А как же ты? Хотел спросить девушки. Без меня тебе будет лучше? Но она не произнесла ни слова. Лишь кивнула. Через зновение Леон уже скрылся в толпе. Пахнет жареным, конечно, в убежище. Я просто вижу действительно тут какой-то пожар поджог. Всегда когда Лилит становилось особенно тошно в убежище, она поднималась на крышу одного из самых высоких домов. Это было единственное место за барьером, с которого можно было рассмотреть лес, подступающий к самим стенам. Фит зелени всегда успокаивал девушку, и она не знала, связанное это было с ее прошлой жизнью или с цветком, пустившим в нее корни. Но сейчас даже зеленое покачивающееся море вдали не могло укоротить бурю, которая разорвала ее изнутри. Все кончено. Еще вчера она думала, что может в любой момент сорваться с места и броситься вперед за стены и прочее из-за плава убежища, которое душило и уничтожало ее. У нее была цель и была соломинка, в которую она вцепилась так, что посинели пальцы. Джейк. Имя давно стало для нее чем-то ворозе заклинания. Она помнила лицо, которому оно принадлежало, помнила зов о помощи, который пробудил ее ото сна. Но в то же время Джейк стал для нее символом, ниточкой, связывающей ее с прошлой, настоящей собой. Только он мог рассказать ей, кто она такая, что с ней произошло, и дать ей смысл жизни. Так она думала. Ой, блин, до сих пор вспоминает его. Этот мир сошел с ума Джейк. Я так хочу сбежать отсюда, но не могу, не могу, не могу. Ты привязалась к убежищу и чувствуешь свою ответственность. Здесь есть люди, которым нужна моя помощь. Почему ты молчишь? Город, раскинувшийся под крышей, медленно погружался в средневековье. На улице убежища словно просыпали горсть крупы, и зерна покатились, сталкиваясь друг с другом на пыльных дорожках. Бегали и кричали люди, где-то, кажется, разгорался пожар. Я должна двигаться, должна что-то делать, глупо стоять здесь и ждать неизвестно чего. Но все, что чувствовала Лилит, это нарастающее с каждой секундой неконтролируемое чувство вины. Она подвела всех и в прошлой жизни, и в новой. Джейк исчез, скорее всего, давно погиб. Не было никакой гарантии, что она гонится не за призраком. А теперь убежище, которое приютило ее, научило, как выживать в новом мире, разрушалось на глазах. Усталость охватила девушку, такая мощная, что казалось, все ее силы уходили только на дыхание. Мне нигде нет места ни в этом убежище, ни в этом мире. Леон никогда не примет меня. Стоит ему узнать, что зомби и мне не жить. Я не хочу терять Винсента, но как же он будет презирать меня, когда поймет, что я лишь притворялась человеком. И Джейк Вивен была права, он наверняка мертв, бесполезно искать его. Все, во что она верила, о чем мечтала, все превращалось в пыль. Она верила в то, что может оставаться среди людей, но последние крохи человечности покидали ее в небьющееся сердце. Если я не буду есть, то возможно скоро просто сгнию. А если позволю себе перейти эту грань, то стану врагом людям, и меня просто убьют. Нет выхода, лишь смерть. Даже вера в то, что Джейк где-то там, за барьером, нуждается в ней, оставил ее. Как бы я хотела снова стать человеком, перестать скрываться и быть сгоем. Но если человечество победит и выживет, мне не будет в нем места, мне придется умереть. Хотя я не выбирала быть такой. Даже не помня о себе ничего, она не допускала и мысли, что ступила на путь зомби добровольно. Мне кажется, что добровольно все-таки. взгляд, который чувствовала и видела только она, вызвал новый приступ злости, боли и ужаса. Поговори со мной. Ну же, скажи что-нибудь, помоги мне, подскажи. Я не знаю, что мне делать, Джейк. Крик подхватил опором ветра и унесло вдаль. Туда, где покачивали вершинами исполинские деревья. Я так устала сражаться. Устала. Хотя даже не знаю, за что именно я продолжаю бороться. Только теперь она кажется осознала. Больше не будет как прежде. Все безвозвратно изменилось. Я не знаю, что мне делать. Зато знаю я, что за супергерой на крыше тоже. Она резко повернулась так, что чуть не оступилась и не полетела с крыши вниз. Что ты здесь делаешь? Появление моря дал тебе надежду. Лилит была почти рада его видеть. Видеть его не в поместье Артура, не на берегу, а здесь, практически у нее на пороге, было странно, почти все реалистично. Хотелось ущипнуть себя, чтобы увериться, не сон ли это. Я могу помочь тебе. Лилит горько усмехнулась. Зачем бы тебе это делать? Но в то же время надежда внутри нее робко подняла голову, словно это чувство почти уничтожено и растоптанное, только ее ждало, чтобы расцвести вновь. Всегда появляется, когда нужен мне, словно чувствует, когда мне плохо. Словно услышав ее мысли, Мор медленно приблизился к ней, как к спуганному зверьку. После чего протянул ей руку и отвел волосы с ее лица заводливым мягким жестом, будто бы хотел поддержать, будто бы понимал ее боли, хотел облегчить. Мор ему плевать, что зомби, так же как и Вивен. Эта поддержка стала такой неожиданной и такой нужной сейчас. Лили чувствовала, что разваливается на куски и только присутствие мужчины позволяло ее удержаться на грани. Почему когда мне настолько плохо из всех людей оказался рядом именно он? рука мора скользнула ей на плечо и сжала, возвращая мыслями в реальность. Сосредоточься на мне, ну же. Его черные глаза сияли, у них отражался закат. Обнять? Кивнуть? Я даже не знаю. Ну а с другой стороны в обнимашках ничего плохого нет. Давайте обнимем, может как-то сосредоточим сериаль. Обнять? Очень редко она позволяла себе быть слабой. Ее слезы не видела даже Вивиан. Но сейчас словно что-то в ней сломалось. Он столько раз спасал меня, даже если это хитрость и обман. Сейчас мне просто нужен кто-то, кто понимает мою боль. Это едва ли было похоже на объятие. потянувшись к мору Лилит цепилась его предплечье так, что побелели пальцы, после чего неловко ткнулась лбом воротников пальто. Мех приятно касался кожи. Мужчина кажется совсем не ожидал такой реакции. Его глаза едва заметно расширились в удивлении. Не отталкивай меня. Она выпалила это, не успев поймать себя за язык и тут же зажмурилась. Какой жалкой она была. Должно быть жалкой выглядела и в глазах Мура. Но тут широкая ладонь коснулась ее лопаток. Все хорошо, тебе это нужно? И она почувствовала, как из ее тела разом ушло все напряжение, словно его смыло дождем. Пальцы дрожали, на губах появилась дрожащая улыбка. Мур держал ее до тех пор, пока не прошел этот странный приступ, и она не отступила от него, пряча лицо. Ты сказал, что я могу помочь тебе навсегда избавиться от цветов в твоем теле. лилит лилит едва не задохнулась. Все внутреннее жалость, словно пружина готова выстрелить. Это возможно? Я могу снова стать человеком? Все это время она балансировала на грани. Сущные зомби манила ее. Но решение, которое предлагал Мур, оно было восхитительно простым, а потому желанным. Охватившее ее чувство надежды было таким мощным, что она даже разозлиться не могла зато там. Мое тело не сгниет, и я наконец стану свободной. Смогу построить свою жизнь так, как захочу и где захочу. Мне нужно будет больше бояться. Я хотел сцепиться в воротник мора и поскорее выбить из него правду. Но нужно успокоиться, что если он хочет от меня что-то ужасное в качестве оплаты? Это может быть ловушкой или очередной ложью. Я должна понять, чего на самом деле он хочет. Что тебе нужно? химмор улыбнулся. Какой навык улучшить? Но у нас только пять. Ничего улучшить мы толком и не сможем. Так, ну, идем мы по пути альтруизма. Заражение зомби у нас чуть-чуть. Единственный момент, скорее всего, возможно, может быть баг, но я не давала цветам расти в себе, то есть мы их подрезали вроде бы. Ну, не знаю, может быть, по сюжету, да, они опять расползаются, проникают внутрь, чтобы действительно пойти на сделку с Мором. Такое тоже может быть. Насчет нашего жениха, да, Джейка, мне кажется, не все так однозначно. Возможно, по сюжету мы не сможем с ним быть как с фаворитом, либо из всех представленных фаворитов, которые уже есть, где-то прячется, так скажем, Джейк. Да, то есть мы видим, что Морф вполне схож с чертами Джейка, мало ли, там, да, перекрасился. мы видим, что Винсент под маской, то есть мало ли, потому что фаворитов на данный момент уже опять обычно больше не добавляют, поэтому у меня вот немножечко такие мысли, то есть либо по сюжету мы и не сможем быть Джейком, либо даже если мы найдем что-то случится, либо действительно что-то произошло и его уже нет, либо он уже есть среди фаворитов, но скрывает или виды как-то изменен, тоже может быть. Так что это мои мысли, если может быть у вас тоже возникло такое ощущение, напишите в комментариях, я напоминаю про свой телеграм, где буду рада всех видеть, даже не забывайте подписаться на мой канал, если еще не сделали это, написать что-нибудь в комментариях, но, а я говорю вам, до скорых встреч, до новых серий. До новых серий.